Привет, Марина. Привет. Здравствуйте, и вы наши дорогие любители бесплатных флеш-игрулек. Сегодня у нас игра, которая называется The Lans. Она про рыцаря-поединщика, который специализируется на турнирах. Мы начнем новую игру. Я чуть-чуть уже поиграл, чтобы разобраться в том, что она из себя представляет. Чуть-чуть уже... Так кажется, что чуть-чуть я ее понял, эту игру. Сейчас будем вместе смотреть. The Lans. Турнир. Победите королевского чемпиона и выиграйте пику. И сейчас как бы первый этап. Первый этап схватки. Нужно, Марина, набрать скорость. Ты вон тот зелененький. Да, я зелененький. Зеленый, не оперившийся еще. Мы набираем скорость. Набираем скорость. Давай кликаем, кликаем. И второй этап. Нужно как бы попасть в правильное место. Желательно в голову. Так. Он защитился щитом, но и я защитился щитом. Теперь мы как бы нам показываем, сколько я экспо получил за этот... За это наше рыцарское схождение. Рыцарское схождение. И мы продолжаем. Продолжаем данную схватку. Я разбил ему щит, кстати. Обратите внимание. Да, да, я вижу. Так. И теперь я могу целиться без преград. Прямо в голову. Хедшот. Противник повержен. Бонус за победу. Бонус за скорость. Победа твоя. Можно пойти в магазин. И в магазине здесь по отдельности. Вот прям по отдельности. Можно улучшать свою экипировочку. Пум, пум. Вот можно новую пику купить. Можно даже заменить своего глупого ослика на какого-нибудь там нелепого мула, пони. И в конце концов на самого настоящего жеребца. Самого настоящего жеребца. Так, это наш инвентарь. О, кстати, инвентарь. А в инвентаре типа ничего нет. А, это полностью все то, что у меня есть. Я могу даже посмотреть это все. Если что, продать. О, прикольно. Так, выход. И следующий матч. А разве ты не получаешь обмундирование побежденного воина? Нет, нет, нет. Я могу только в лучшем случае снять сапоги, если никто не видит. Мне очень нравится публика на трекбунах. Такое розовое месиво. Так, а теперь целимся, целимся, целимся. Обратите внимание. А, черт. Слишком мало времени у меня дали. Но я хорошенько вдарил ему по щиту. Очень хорошо вдарил. Кавалерийским наскоком прямо вдарил ему по щиту. Континью. Поэтому сейчас мы будем просто пробивать его в голову. Давай. Пошел. Он, смотри, как он держит щит-то, подлец, а. Вот он правильно. Он очень технично поступил. Он держал, закрывал щитом голову. На самом деле, я мог поступить умнее. Я мог ударить его в корпус и, может быть, даже уничтожить. Но, в принципе, я никуда не спешу. Я думаю, что я справлюсь с ним. Самое клевое, что вот, понимаешь, за счет того, что ты прям сам вот так вот кликаешь, получается, что ты как бы чувствуешь, прямо чувствуешь свой вклад в происходящее. Кстати, а у меня тоже щит был убитый. Он у меня так и убил щит. Но я победил. Ну все, матчпоинт. А все, я его победил. А, подожди. Континью. Нет, я еще его не добил. Не хватило удара. Ну все, сейчас я его точно убил. Так, давайте сходимся. Где он? Да у него там совсем нифига не осталось же. Ну ладно. Ну теперь-то это точно уничтожение. Бонус скорости, бонус победы. И я хочу купить что-нибудь в магазинчике. Я думаю, что нужно купить пику. Вот. Я возьму пику за 1200. Купить. За эквиппить. И у меня теперь хорошая пика. Хорошая пика. Сейчас мы с ней пойдем. И с сэром Халквисендом вторым сразимся. В розовом. Сэр Халквисенд второй розовый. Так, давай-давай разгоняйся, ослик. И бьем прямо сквозь щит в голову. Вау. Так. А вот это нехорошо. Вот это нехорошо, потому что он довольно сильно меня пробил. По голове. Я как-то не уклонился, не отбил его удар щитом. Так, сходимся. Вся моя надежда сейчас на какой-нибудь меткий удар. Да какой шилд протект? Ну серьезно. Он же не защитился, ты же видела. Марина, ну согласись. Ну не знаю. Да подсуживают. Нам нужна запись с видеокамер. Да подсуживают все ему. Халквисенду этому второму. Ну сейчас я его уничтожу, я ему уже уничтожил щит. Он уже ничто просто. Он не рыцарь, он ничто. Просто прямой в голову. Вот так вот. Победа. Великая победа. Вот так это делается. Так, следующий мой. Хотя подожди, давай посмотрим, сколько стоит пони новый. Слушай, а пони есть я как раз могу посмотреть? Давай пони возьмем. Неужели, неужели ты променяешь своего ослика? Не, надо полторашку накопить, чтобы на Джоли Джо. Накоплю полторашку на Джоли Джо. Кошмар. Да, я променяю. Это просто. Марина, это просто инструмент. Сир, какой-то крекер, короче. Да, скажи еще, что ослик потом отправится на ферму к бабушке. Конечно, на ферму к бабушке. Туда все хорошие ослики попадают. Массив хэд дэмэдж, да, детка. Прямо в голову его. Хороший удар. На мясо он отправится. Last hope, yield. Вот что это значит, я не знаю. Но мы это еще проверим, я думаю. Или оставим на ваш суд, ребята, кто будет играть. Так, давай, давай, разгоняемся. Давай, 17, 18 миль в час. Что-то примерно такое. Массив боди дэмэдж. Так, то есть, как бы я должен, в принципе, фокусить какую-то конкретную часть. По большому счету. А не бить в разные. Это неэффективно бить в разные. Нужно фокусить одну. Разогнался. Ослик. И в корпус. Массив боди. Есть. Победа. Было опасно, потому что, видишь, он в голову мне довольно неплохо пропил. Смотри, какой у него злой взгляд. Да, да, да. Сейчас мы еще купим нового пони. Вот он, Джоли Джо. Бай, Грипп, ЕС, конечно. Так, инвентарь. Я могу тут кое-что продать. Ну, все, прощай, пони. Старая пика. Продайте мне. Какой пони, какой пони. Ослик, прощай. Что-то, по-моему, она нифига... А, ну, конечно. Самые вот эти первые ничего не стоят. Сел. Я продал Ослика. Что с ним будет происходить дальше, не моя забота. Ты жестокий. Следующий матч. О, смотри, какой. Вот это крутой. Чемпион. Левел 25. Смотри, какой у него дрын. Кажется, мне конец. Смотри, какой. Мать моя женщина. Что? Кажется, у меня просто не было шансов. Я его даже не ударил. У тебя просто не было. Это сюжетное поражение, смотри. Вот, 21 год спустя. Отец, я отомщу за тебя. Окей. Слушай, а крипто весь остался, кстати. Так. Твой отец знает, что хорошая ложь означает лучший наскок. Ну, понятно, короче. Это мы уже знаем. Это, слушай, это второе поколение, реально. Сир Леммушка второй. Рыцарская династия. Рыцарская династия. А взгляд-то как у отца. Взгляд-то отцовский, понимаешь? Холодный и бездушный. Не холодный и бездушный, а решительный. Shield protected head. Ненавижу, когда они так делают. Мне нужна пика посильнее. Продолжим. Так. Давай. Давай. Давай, коняга. Я знаю, ты можешь лучше. Так, можно ударить его в лошадь. Я разбил ему щит. Это и была моя тактика. Калькулейтер. Я оставил его без защиты совершенно. Продолжить. Так. Пошел, 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 конина. В голову теперь. Вот так вот. Да кто он такой? Отец научил меня всему, что я знаю. Следующий матч. Сир санквискат третий какой-то там, короче. Тоже, видимо, знаешь эти, дети тех рыцарей. Там будет сын чемпиона. Угу. Или старый чемпион. Да, кстати, или старый чемпион. Знаешь, можно по большому счету тут хитрить, как бы, и... Пытаться подловить врага. Подловить врага, вот как я сейчас сделал. Я делал вид, что я ударю в одну сторону, а на самом деле ударил с другой стороны, как бы, перехитрил его и нанес дамаг таким образом. Шут протектед хэт. Но тут я просто не успел, на самом деле, произвести никакой финт. Так, давайте уже. Третье столкновение. Давай разгоняемся. Шилд прот... Ну, все, щит у него уничтожен. Со следующим схождением... И он сам будет уничтожен. Все. Слушай, ну это какой-то тяжкий бой прям. Надо было сразу просто щит ему уничтожать, а потом добивать его нафиг. Так, все, ему уже нечем защищаться. Массив хэт демедж, чего и следовало ожидать. Так, почти восьмой уровень. Есть 1300 денег. Я думаю, что это... Самое время посетить магазинчик и прикупить себе что-нибудь... Что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь вот такое. О, плюс экспы. Блю фейс. Но он какой-то тяжелый. Не уверен я, что мне это нужно. Вот фейс-шейд возьмем. Бай. И экипировать. Так, курточку. Посейдоновскую, к примеру. Или меркьюри кавер. Даже не знаю, что взять. Честно говоря. Ну, вот все-таки, наверное, посейдонскую возьму. Ес. Так, и щит, конечно же. На щите экономить нельзя, но я уже сэкономил, походу, черт возьми. Ах, черт возьми. Ну, вот мне нет смысла брать щит за 180. Хотя, в принципе, слушай, он как бы вроде бы и не особо-то отличается. Так что я возьму щит за 180. Он будет лучше моего текущего. И... Все, еще один матч надо провести, я думаю. Завершающий победа. Да, Сир Карбушер второй. Уничтожим Сира Карбушера. Так, хорошенько разогнаться и... Ударить его. Так... А он-то пробил меня в грудину. Но кажется, что я пробил его сильнее. Продолжить. Враги становятся хитрее. Так, разгоняемся получше и... Ну, тут надо бить. Опа. Очень странно. Кажется, что я бил четко по щиту, но при этом мне засчитали, как попадание в голову. Произошло, кажется, что-то странное. Почему-то фаза прицеливания такое ощущение, как будто немного лагает. Знаешь? Ну, может, оно в данном случае мне и на руку... Так, я ему щит-то не пробил. Блин. А вот он мне неплохо пробил в голову. Так... Продолжить. Надеюсь, что сейчас все сложится хорошо для меня. Не хочется какому-то карбушеру проиграть. Massive Head Damage. Есть контакт. Он даже меня не ударил. Фу. Великая победа. По случаю великой победы можно даже сходить в магаз. Sold Out. Это у меня как раз вот такое вот. Handsome John. Dandy Dangeresco. Stell Lion. Почти как Сталин. Ну и самый дорогой за 10 чертовых тысяч, прикинь. Но вроде бы самый крутой, короче, самая крутая конина. Ну что ж, ребят. По-моему, они все на одно лицо. Ну, они действительно все на одно лицо. У них там уздечка меняется, по-моему, только. Как тебе игрушка, Марина? Ну, ничего, такая забавная вроде. Забавненькая, да. Поэтому, ребят, если она вам понравилась, переходите по ссылке из описания к видеоролику. Напомню, что игра называется The Lens. Если она вам понравилась, то и вы в нее поиграете. Обязательно поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Расскажите, чего вы добились и за сколько поколений вы, наконец, смогли победить этого проклятого чемпиона. Всем спасибо и пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»